Добрый день, дорогие друзья, с вами Розе. На Леоне все спокойно, спокойно, тихо, конфликт. Я немножко хочу вам рассказать о ваших правах, если вы состоите в Valencia Justice. Поговорим про разоренный замок. Есть люди, которые приходят и хамски становятся на голову, ничего тебе не пишут при этом в личку. Мы поговорим сегодня об этом. Какие у вас есть права и как правильно предоставить доказательства того, что вы стояли на этом споте? Первым, что это должен знать каждый, потому что Alliance Justice это, я не скажу, что лучше Alliance, но Alliance хорош. Если вы не за алмазами идете в Alliance Justice, то welcome. Топы покачают на то и третьем, то и четвертом. Если вы хил с крестом, с огромнейшим удовольствием вас покачают. Распределение синьки по ДКП. Не все идеально. Мне не нравится, что синька по ДКП. Краснуха по ДКП, да. ДКП это понятие растяжимое. Это надо разбираться. Ну, это легко понять, если у тебя есть буст. Буст это твой левел. Там закрытие кол. Это твой урон. Там твой левел и насколько ты сильный. И вот от этого отталкиваясь в Краснухе и даже в Фиоле, я уверен, если Фиол будет падать, то его будут распределять именно по такому принципу. Все лучшее лучшим. А по мере, там, ну, надо там Герановский красный скилл, то я думаю, топом он не нужен и его топом не будут давать. И даже если топ в Alliance есть какой-то и он не проявляет активность, то на него тоже ДКП не распространяется. Это вы должны знать, если вы хотите быть в Alliance of Justice. Итак, я думаю, видео будет очень длинным, потому что, ну, как длинным, минут 10. И поговорим про хамство со стороны сальяновцев. Как вы знаете или не знаете, был трансфер, который закрылся, если я не ошибаюсь, 12 сентября. К нам прилетели союзники, после чего вражеский Alliance капитулировал. Но у нас случился конфликт, именно в моем клане, с теми же сальяновцами, там, что-то кому-то сейф не прокинули. Ну, я так понял, я не буду утверждать, это, короче, какая-то группа людей бегает, пытается ночью отжимать боссов, не слабых, я скажу, людей. Я решил встать на голову этому вару в замке, потому что он меня льет просто так. Потому что с кем-то он поссорился из моего клана, они там друг друга лили, и он решает лить весь клан. И плюс к этому, то, что этот человек, эта группа людей, человек льет наш клан. Там даже в группе Дискорда пост выставили, что кто не будет помогать в ПВП против этой группы людей на Леоне 2, тот кикается с Альянса. Потому что у меня есть огромные подозрения, что вот эти новые кланы, которые прилетели, там есть крысы, которые знают от этого Йоси и его компашку, которая не дает жизни клану OG. И они сливают споты, где OG стоят. У меня очень огромные подозрения, что есть крысы, они реально есть, эти крысы, которые сливают инфу вот этим варам, вот этой компашки категории мозаи. Я не знаю, как их еще обозвать можно. В Альянсе Justice мы как бы одно целое, мы семья. Вы должны это понимать. Как там, брат за брата, там трали-вали, да? Продолжим. Есть топовые такие спотики, типа такой огородик с заборчиками. Топовые спотики. У меня тут самые большие, где-то 0.9 получается по фарму, опыту и, ну, и соответственно Орденов Славы. Не уверен, что я испортил этому человеку, вот Йоси, видим Йоси, этому человеку фарм опыта, то что я подозреваю, он 70+, и он тут очень много то и не фармит по опыту. Ну, тут достойно идет, как бы прирост на 66 уровня до 70 тут стабильно 1% в час вы фармите на этом спотике. С учетом баночки и виталочки. Ну, и смотря какой у вас буст. Так вот, я стал на голову этому Йоси, не знаю, или это ему не понравилось, он тэпнулся, или у него просто банально закончилось время, спот стал мой. И вот мы поговорим об этом. Перед тем, как становиться на спотик, в разоренном замке, вы должны сделать скрин, чтобы видно было там дату, время, или лучше телефоном заскринить, чтобы так достоверней было. Потому что на компьютере можно легко фотошопом это все сделать, никто не заметит. Но врать, еще раз говорю, не нужно. Делать фотошопить скрины, там типа мой спот. Потому что это все пресекается, и вы сразу кикаетесь с альянса. Ну, я соблюдаю правила, но мне нужен контент. Этот человек с альянса попадает в мой контент хам недели, назовем так. Людям нравится грязь, я немножко дам грязи. После того, как я отжал, можно сказать так, отжал, блядь, отжал у него спот в разоренном замке, хоть где-то отжал спот. Вы должны знать правила альянса, должны их соблюдать. Потому что каждый в альянсе соответствует своей роли, и у каждого одинаковые правила. Не важно, ты топ или ты малыш, как я. Не буду дном себя называть, потому что я обижаю других людей. Буду малышом в альянсе justice. Видим ник этого персонажа. Возможно, я неправильно читаю. Он с клана STBC, который прилетел на трансферах. И вот, он мне стал на голову, из-за того, что у него есть боль кармы. Я подозреваю, вот эта фиолетовая вонючая атака, которая бьет масухой, это боль кармы. С недавнего времени стала масухой. Так вот, он мне стал на голову, из-за того, что он сильнее меня и быстрее фармит, он меня сдвинул вот сюда. Естественно, мой кач упал на 0.20%. Это дохерище. Для меня это дохерище. Не важно, хоть там на 0.001 упал кач. Он мне встал на голову, он мне при этом ничего не написал в личку. То, что я там не тяну спот, в альянсе justice это не прокатит. Типа, подвинься. Нет, он, конечно, может написать вам. Пожалуйста, подвинься, ну, ты не тянешь спот. Ну, если вы не хотите двигаться, вы можете написать. Нет, я тут первый был, тут никого не было. Если он дальше будет продолжать стоять у вас на голове. Давайте мы разберемся, как правильно составить жалобу. Раздел конфликты. Где вы можете спокойненько эти скрины скинуть. И из человека пишут ДКП. Там в размере или что-то штрафанут. Предупреждение ему сделают что-то. Ну, короче. Чтоб человек знал, что не нужно остановиться на голову. Если он в дальнейшем так будет делать, я думаю, его кикнут с альянса. Ну, то, что его штрафанут и он это делать не будет, я уверен на 100%. Он осознает это. То, как этот человек делать не нужно. И мы сейчас разберемся, как правильно составить, как правильно составить жалобу. Ладно, давайте не назовем это жалобой. Назовем это просто нарушение правил альянса. НПО. Давайте так это назовем. Так вот. Перед тем, как стать на спот. Вы становитесь на спот. Делайте скриншот того спота. Желательно через телефон. Потому что так достоверней будет. И вдруг вы там замечаете или просто выходите, ну, ходите там в режим экономии энергии, выходите с режима экономии энергии, а у вас на голове стоит персонаж, ничего вам не написал, нагло фармит ваши ордены славы. Вы первым делом не бежите в конфликты. Вы пишите этому персонажу. Типа, друг, ты встал мне на голову? Пожалуйста, уйди вежливо, без матерщины, потому что матерщина это самый грех, который есть в Латвай, за что вам прокинут вары и будут пинать. Матерщина не приветствуется. Если человек игнорирует вас, вы делаете второй скрин с этим человеком на этом споте. И составляете НПА, ник этого человека, там, кто обращается в ваш ник, там, и жалоба. Там вроде такая формулировка. Ну, вас там поправят, конечно, как правильно написать все, вам расскажут. Не бойтесь писать НПА. Вот, встал на голову. Он сильнее вас, вы ему ничего не можете сделать. Тем более, слив с альянцев Justice. Это не относится в ПВЕ Альянцу, который есть у Justice, конечно. Но их тоже лить просто так нельзя, но за то, что они становятся на голову в замке, то вы можете их кошмарить там пару дней, понимали. Но это тоже, там, надо читать правила. Правила постоянно меняются. На данный момент эти правила... То есть, я надеюсь, что эти правила существуют, что я сейчас говорю. Потому что они меняются постоянно, переделываются. Я искал именно вот это правило, то, что все равны перед законом, но что-то его не нашел. Это вроде в старой группе Дискорда было. Я надеюсь, что правила актуальны. И, возможно, я вру, поправьте меня. Я тоже могу ошибаться. То, что не бойтесь писать, если там какой-то сверхдом, то вы, если в Альянсе Justice, вы равны перед ним. Так как и он перед вами. По правилам Альянс. То не хамите, пожалуйста, ребята. И будьте вежливы. Это лишь игра. Спасибо за контент, предоставляющий мне Альянсом Justice. В основаниях рекламы скажу, что Альянс Justice не лучший, но он хорош. Тут есть какая-то политика, есть правила, есть адекватные мысли командиров и много хороших людей. Если ты досмотрел до конца видео, то, пожалуйста, влепи лайк. Потому что лайк помогает продвижению моих видео. С вами был Розе. Всем до новых встреч.